Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что вы смотрите, подписывайтесь на Телеграм, анализируйте ситуацию. Руслан Бортник прямо сейчас со мной на связи. Руслан, здравствуйте. Приветствую вас, Александр. Руслан, я хотел бы, понятно, вот эту тему послевкусия недомятежа Пригожина высветить под новым каким-то углом, какой-то новой реальности, потому что кажется, что если там не все, то многое эта ситуация изменила, не находите? Да, конечно, и, во-первых, она дала почву для огромного измышления, разного рода версий, все говорят все много интересного, оригинального, поскольку фактически это была одна из, это была первая попытка при Путине, настоящая, что-то изменить внутри политической системы, каких-то игроков сыграть в игру по перестраиванию башен Кремля. Я даже протесты на Болотной, я не могу считать, потому что все же то была игра антиэлит. А здесь же была классическая игра контр-элит, если использовать методику Паретта, то есть игра изнутри системы против более сильных игроков, которые контролируют большую часть системы, с целью ослабить их позиции и перестроить эту систему, не разрушить ее, в отличие от ситуации на Болотной. Знаете, я хотел бы еще поговорить, но об этом можно долго говорить, прекрасных много материалов, я хотел бы поговорить о позитивных или перспективных последствиях мятежа. Перспективных и позитивных для кого? Ну мы же всегда с вами думаем с точки зрения глобуса Украины. Ну хорошо, перспективы для глобуса Украины, да. Для глобуса Украины, смотрите, дело в том, что сам мятеж и его провал одновременно, оба этих факта, возможно, делают мирное урегулирование ближе, мир делают ближе в Украине. Почему? Потому что, с одной стороны, провал этого мятежа означает, что вся российская политическая система почувствовала хрупкость, свою хрупкость. И, возможно, сам факт этого мятежа, то, что мятежники практически тысячу километров с троевым шагом прошли до границ Московской области, оно создает атмосферу страха, усиливает неуверенность внутри российской политической системы, что делает потенциально российское руководство более договорибельным для ведения переговоров. Ну, это вещь такая достаточно очевидная, об этом говорят некоторые эксперты. То есть, на Рублевке и в Кремле почувствовали, что война в Украине, на самом деле, ставит под угрозу не просто их геополитические амбиции, она ставит под угрозу их места конкретные. Причем не только места сидения, но и места лежания. То есть, их имущество, их выстроенные бизнес-модели внутри России, их власть в целом. Поэтому элиты, мне кажется, после этой ситуации будут более склонны потенциально еще к каким-то договоренностям. Но, с другой стороны, ситуация та же. Расчет западных партнеров и Украины на то, что мятеж разрушит Россию, ослабит Россию, ставка на мятеж, она тоже не оправдала себя. Потому что, кроме слабости российских силовых структур, она еще показала высокую консолидированность политических элит. Она и показала, главное, что нежелание общества поддерживать любые самые благие движения, которые могут привести к кризису российской государственности. Понимаете? Все, кто будут даже не хотеть сказать такое вообще в российском обществе будет неприемлемо, а их действия будут подозреваться. В ослаблении российского государства, в действии на развал российского государства они не найдут поддержки в российском обществе, так как не нашли герои войны для российского общества, конечно, в своем марше на Москву. Посмотрите, их никто, по большому счету, не поддержал. Возможно, была ставка на то, что в Москве выйдет прозападная оппозиция, выведет своих людей на улицы. Я думаю, такая ставка была. Это был такой угрожающий переломный фактор, возможно, в этом мятеже. Да, даже были сообщения по ходу вот этого дня, что в Москве выходите на улицы в поддержку Вагнера. Это, понятное дело, были одиночные такие сообщения, но вот это было. И все равно вот это движение, оно должно было подстегнуть людей. Вот как в Ростове аплодировали, да, и, собственно, сначала опешек, недоумевая, а потом вроде бы как с позитивными, да, какими-то... Аплодировали в основном выводу вагнеровцев, не в ходу. Это да. Да, аплодировали тому, что они уходят, что они отказались от мятежа, что ситуация завершается. Смотрите, и сразу сломалась, и поэтому, скажем так, надежда на то, что ситуацию в России можно изменить изнутри путем вот такого мятежа, эти надежды снова будут отложены хотя бы на некоторое время. что делает потенциально, ну, на фоне сложностей с контрнаступлением, что делает потенциально, повышает договорибельность, потенциально и другой стороны. Поэтому можно сделать вывод, что, возможно, в рамках какого-то окна переговорного мир стал чуть-чуть ближе, он не стал вероятным, скажем так. Договоренности не стали безусловными или обязательными, но чуть-чуть ситуация, вся ситуация, которая формируется, подталкивает сегодня стороны к переосмыслению, смягчению своих позиций и, возможно, началу какого-то переговорного процесса. Вот, если говорить о каких-то вещах таких, которые, на первый взгляд, невидимы, вот какое-то может иметь последствия. Да, это означает, что российская система сейчас будет перезагружаться политически. Ведь уходит не только Пригожин. Скорее всего, вместе с ним уходят и Шойгу, возможно, Золотов, многие те фигуры, которые не оправдали себя в нынешней ситуации. Возможно, будет усиляться Дюмин, возможно, Мишустин, скорее всего, ослабнен Найбулина, российский нацбанк. Найбулина? Я, конечно, понимаю, что Найбулина, это внутри россиян, многие о ней так говорят, но стыкена Найбулина, да. Найбулина, прошу прощения. Да, я не специально, пускай никто не подумает, я просто случайно оговорился. И будет происходить это переформатировано от этих башен. Потому что кризис показал, что армия была бессильна, МВД то ли бессильна, то ли содействовали, только ФСБ и региональные элиты оказались готовыми создавать какое-то сопротивление и создавали, я имею в виду, Кадыровцы под региональными элитами и готовыми были защищать Московскую область, защищать Кремль. То есть все это... В какой-то мере можно согласиться с Пригожиным в отношении того, что удалось всех встряхнуть хорошо. Это правда, российская система встряхнулась. Всподрили, да? Взбодрилась, да. Конечно, все это в очередной раз бьет по репутации России за рубежом, по реноме сильного государства, высокоуправляемого государства. На это очень с недоумением смотрели, с надеждой на Западе и с недоумением на Юге и Востоке смотрели. Как такое может проходить, случиться вот в таком государстве, которым якобы лично и безусловно управляет Путин. Это снова ставит вопрос о преемнике, что будет ли Путин, будет ли 2024 годом Путина или что-то другое. И это снова вывело нас потенциально на перекресток сценариев дальнейшего развития событий. Один сценарий, вот сценарий замораживания или сценарий договоренности я вам рассказал, но может быть и эскалационный сценарий, при котором, если российское руководство посчитает, что за этим мятежом стоял Запад, тогда оно, а Запад очевидно поддерживал его. этот мятеж, надеясь на деструкцию России, тогда российское руководство может считать, что переедена последняя красная линия, это уже была попытка разрушить Россию, свалить власть, переедены вот эти гарантии стабильности, гарантии стратегической стабильности, гарантии неумешательства во внутренние дела, и вот тогда изникнет ядерная угроза реальная. Не зря Россия-1 сегодня буквально и вчера катает Караганова, все остальные сюжеты, это уже, мы понимаем, что Россия-1 это Кремль, это не просто уже Караганов, или Тренин там высказывается, это позиция Кремля, и очевидно, что может раскачиваться ядерная угроза, раскачивается новый, действительно, Карибский, или там не знаю, Московский, Пригожинский кризис, ядерный, с угрозой нанесения ядерных ударов, да, это шантаж, но этот шантаж, к сожалению, имеет шансы на реализацию, то есть может быть сценарий такой эскалации, может быть сценарий инерционный, развития еще событий, при котором продолжается война на востоке Украины, мы все ожидаем завершения завершения украинского контрнаступления, и мы, и уже после контрнаступления возможно какие-то переговоры, при том, что вряд ли одной из сторон удастся достигнуть кода стратегического преимущества, может быть сценарий белорусский, мы понимаем, Пригожин в Беларуси, это, я думаю, что выставка Пригожина в Беларуси имеет информационно такой же эффект, ну читая сегодня западные медиа, как размещение ядерного оружия в Беларуси. Да ладно. То есть, Польша напряглась, страны Балтии напряглись, если Пригожин там начнет создавать частную военную компанию именно Александра Лукашенко, а я не исключаю, что президент Беларуси как раз для этого вытаскивает Пригожина себе в страну, зная, что Пригожин не лоялен уже к Кремлю, для него, для Лукашенко Пригожин мог бы стать серьезной точкой опоры, силовой опоры, при этом надо понимать в его попытках сохранить суверенитет и независимость в отношениях с Москвой. И мы понимаем, что Пригожин в Беларуси это потенциально новая угроза для Киева, то есть, это угроза разного рода провокаций, противостояний вот на нашем северном фланге. Ну и еще один сценарий, что это Пригожинский мятеж, это начало истории, пишут некоторые издания об этом, что главная была задача дискредитировать Шойгу, и она достигнута. И тем, что он допустил возникновение феномена ЧВК Вагнер-Пригожин, прозевал сам мятеж и не смог ему противодействовать вообще. Более того, понесли только потери, серьезные потери военной техники. Поэтому цель, первый шаг этого процесса, в конце которого кресло президента России, он реализован, он реализован технично, Шойгу дискредитирован и, скорее всего, будет заменен, ну, через какое-то время, не сразу, потому что Пути не захочет выглядеть как человек, который проиграл Пригожину, его требования. И следующей целью будет вывод вот этих людей, которые стояли за спиной у Пригожина, вывод своей фигуры на должность Министерства обороны, обеспечения контроля за этой должностью и через контроль за этой должностью, через фигуру министра обороны формирования нового кандидата в президенты России уже на следующий политический цикл. То есть, что это только начало сценариев такого перезагрузки, перезагрузки вот этой путинской России, потому что каждый раз Россия разная, каждый раз она вот абсолютно соответствует лицу ее лидера. Ельцинская Россия, Путинская Россия, Николаевская Россия, каждый раз она зеркало пактически своего императора, царя, генсека или президента. И это будет возможно только первый этап перезагрузки этой путинской России и создания новой России. Я ну понятно, что здесь целый можно целый эфир посвятить вот этим всем деталям, всем каким-то моментам. Вот если отталкиваться от мятежа Пригожина и двигаться дальше, чтобы подытожить вот этот блок, да, Руслан, а Украина, вот Киев выглядел игроком в этом процессе. Почему я задаю этот вопрос? Потому что, ну понятно, New York Times пишет, что вот не смогли воспользоваться. Это с одной стороны. С другой стороны мы видим там подалека, который там говорит о каком-то окне возможностей. Мы видим обсуждение Байдена и Зеленского произошедшего тоже. Наша роль в этом всем какая? Потому что, судя по разочарованию, ну оно сквозит в соцсетях, да, там и мемами, и шутками, и прибаутками, но тем не менее, судя по разочарованию там украинского общества, ну кажется, что мы здесь вообще как-то не при делах и ни на что повлиять не могли бы. Смотрите, да, безусловно, разочарование звучит и в Украине и на Западе, потому что успех Пригожинского мятежа означал бы не просто деструкцию потенциальную России, но означал бы деструкцию всех ее зон влияния. То есть была бы дестабилизирована территория от Калининграда там, не знаю, до Владивостока и где-то там до Афганистана и до Кавказа. То есть все это было переделено, перекроено, скорее всего, был бы такой же приблизительный эффект, наверное, как в 1918-м. Там мы много сравнили с Корниловским мятежом, оно не совсем похоже, но такие параллели все же в какой-то мере можно провести. И причем даже не успех Пригожинского мятежа, но если Пригожин продержался бы и начались боевые идеи, он продержался бы хотя бы неделю, то ущерб военный, управленческий ущерб нанесенный России, скорее всего, создал бы ситуацию, при которой она не смогла бы продолжать войну и как минимум не смогла бы удерживать большую часть оккупированных украинских территорий. Эта надежда не оправдалась. Более того, в этот процесс стороны уже инвестировали серьезные ресурсы. И мне кажется, что возможно были какие-то даже договоренности с Пригожиным, с этим я связываю публикацию задержки с санкциями в отношении него и его компании. Во-вторых, обратите внимание, что после вывода Пригожинских сил в тыл, где они начали готовиться к мятежу фактически. Мятеж готовился давно, хорошо готовился. Мы увидели, сколько ресурсов ЧВК Вагнер накопило. По этим силам не наносились удары. Ракетные, бомбовые удары не наносились. А в-третьих, я могу еще несколько факторов назвать, очень интересные, которые незаметны публике, но не хочу, потому что уже будет выглядеть совсем как разведка. И в-третьих, вот эти публикации о том, что Пригожина убьют в Беларуси, как раз уже месяч саму Пригожину. Что ты не оправдал наших надежд, смотри, ты не реализовал то, что на себя возможно брал какую-то ответственность. Поэтому если бы даже он продержался в этом неделю, то я думаю, что Украине удалось бы достигнуть всех тактических целей на Юге. За день, за сутки этого мятежа не наступило истощение, несмотря на разрушение управления, разрушение обеспечения частичных российских войск, ну как минимум нарушение. Истощение этих сил не наступило. Не наступило, и поэтому у нас не было окна возможности чем воспользоваться. А еще хотел добавить, похоже было, что делалась ставка на организацию протестных действий внутри России. И многие действия были замечены российскими спецслужбами. Это будет иметь далекое еще эхо для российской оппозиции, для наших возможностей, западных возможностей на территории России. Гайки закрутят. Да. Нет, тут все сложнее. Тут гайки закрутят, само собой, Путин получил этот аргумент, но мы об этом говорят все. другое дело, проявили себя разведка, проявила себя оппозиция, понимаете, в этой ситуации, засветились. Уже вот, если сказать проще. Но на самом деле у нас не было возможности что-либо сделать. Если бы мы действовали открыто, условно говоря, вместе с Прибожинским мятежом, мы начали максимальное наступление. Тогда мы усилили позицию Путина, его окружение, в отношении того, что Прибожинский мятеж это дело рук Запада. То есть Прибожин еще меньше мог бы рассчитывать на поддержку российских лиц и российского общества, понимаете? То есть мы не могли ему подыграть вот таким образом в этой части. То же самое касается каких-то проведения операций на территории России в этот момент. Здесь тоже бабка надвая сказала, в качестве дискуссии я предлагаю тормознуться на этом моменте. Ну вот условно идут они на Москву, колонны двигаются, вертолеты сбивают, там какая-то паника, богатые люди быстренько вылетают по 200 тысяч билеты, а здесь мощный, ну такой максимально мощный удар на юге или на Донбассе, то есть идет в любом случае продвижение этих первых суток обостряет ситуацию. Что тогда получаем мы? Ну точно бы освободили какие-то новые территории, ну вот 100% разглубки. Мы уже пожинаем плоды вот срезания Веремеевского выступа финальный, который вот сегодня о нем объявили. Это я думаю какое-то эхо, эхо вот этого мятежа. А, то есть вы связываете это событие. Ну тем не менее, я просто продолжу. Потому что фактически без серьезного боя освободили буквально два маленьких населенных пункта. это как раз я думаю эхо вот того нарушения обеспечения и управления. Ну вот смотрите, максимальный удар, максимальное продвижение вперед, рубилово на территории Российской Федерации между вагнеровцами, кадыровцами, Росгвардией, то есть вот это все понятно, что скорее всего ну здесь даже по как бы несоизмеримой силой и скорее всего бы разбили на территории Российской Федерации Пригожина. Но у Украины какие плюсы? Это продвижение вперед, возможно даже приличное продвижение вперед, отсутствие минусования вообще Пригожина и вот этой ЧВК, которая считается там одной из самых боеспособных, разлад внутри системы, а укрепление Путина, о котором вы говорите, оно же наступает вот уже после, вот уже потом, по итогам, но по тем итогам существенное продвижение вперед и освобождение территории уже подтачивает вот этот, ну то есть я не к тому, что Нью-Йорк Таймс хоро, Руслан. Хорошая 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 аргументация Александр, я просто вам отвечу, как это вы использовали российским руководством. Они бы завели, смотрите, Пригожин, это пятая колонна, чистая пятая колонна, за ней стоят хохлы, как бы, это попытка вот разгрома нас, снова, переход красных линий, мы имеем право применять ядерное оружие, такой ситуации, даже походу уже на Москву, попытка смести власть, понимаете, с одной стороны, а во-вторых, потом бы последовало бы очень резкое и сильное укрепление Путина. Оно и так, я просто вот сейчас, который и захват части территорий мог бы нам не компенсировать издержки в будущем от мобилизации российской политической и военной системы. Я сейчас, например, ответственно не могу говорить, будет ли это укрепление или нет. Я не знаю, потому что все же это выглядит как внутренний мятеж. Более того, стороны договорились между собой. Знаете, они же не победили друг друга, они договорились между собой. И это позволяет избежать, использовать уже этот фактор как для того, чтобы обосновать применение ядерного оружия против Украины и Запада очень сложно. Вы же договорились между собой, соглашение заключили в этой части. Но я не знаю, будет ли это укрепление, но очевидно, что в армии теперь российская будет единоначалье. Понимаем. Элиты российские встряхнули, Рублевку встряхнули все же. И я не знаю, к чему это приведет. Новый чайник кризиса или максимальной мобилизации военной и политической системы России. Сложно пока что об этом достоверно говорить, но сценарий максимальной мобилизации он тоже возможен. И тогда нам придется столкнуться с врагом, который уже не ведет эту колониально-экспедиционную войну, а с врагом, который дерется за Рублевку и с более жестоким, системным и тотальным. Мы пока этой ситуации не знаем. Я думаю, что у нас было очень мало шансов эту ситуацию использовать. Если бы хотя бы продержался дней три, мы бы обязательно эту ситуацию использовали. А так просто очень был маленький временной разрыв, гэп, окно возможностей, которое перед нами открылось. Запорожская там на электростанции. Понятно, что информационно мятеж Пригожина убил вот эту угрозу, которую целенаправлено на самом высоком уровне, начиная с президента Зеленского, а потом подхватили все-все-все-все-все-все. Сейчас, когда все успокоилось с мятежом Пригожа, ну как успокоилось, то есть нет вот этой фазы, оперативности. Сейчас попытка второго захода, там Клименко, министр внутренних дел, опубликует обращение к людям, много специалистов, пресса об этом пишет, какая-то даже инфографика о том, куда пойдет заражение, в какую сторону роза ветров. В общем, продолжается через паузу раскачка этой ситуации. К чему это приведет? Это целенаправленная информационная прежде всего работа или реальность угрозы Запорожской атомной электростанции подчеркивается или снимается с точки зрения будущих условных окон возможностей переговоров? Ну, вы знаете, я сразу хочу успокоить людей, что те карты, которые рисуют там загрязнением полстраны и все такое, ну, это бред сумасшедшего, поскольку такое загрязнение требует одновременного подрыва всех реакторов. Это даже технически крайне сложно осуществимо, потому что эти реакторы достаточно хорошо защищены. Надо еще подорвать их, чтобы выброс случился. То есть это же не Чернобыльская станция. Чернобыльская станция, там был взрыв изнутри и вообще Запорожская чуть другого типа. Там было плавление графита, там был пожар, там не был подрыв внешний. Если бы, грубо говоря, если Чернобыльский электростанцию подорвали извне, ущерб был бы на порядке, на порядке на нуле меньше, нежели то, что случилась сама авария изнутри самой станции. Поэтому эти карты рисуют для запугивания. В то же время аварийная ситуация на станции возможна. Можно, например, выпустить какие-то зараженные материалы, разрушить какие-то водопроводы с облученной водой. Можно придумать какой-то элемент такой ядерной аварии, который, я уже неоднократно говорил, может играть переключателем войны на эскалацию, на деэскалацию войны. Но я думаю, что нынешний диалог связан не с этим. Нынешний диалог вокруг Запорожской АЭС связан как раз с нашим контраступлением. Мы видим попытки высадки десанта на левом берегу. Было бы... И поэтому логичнее здесь попытки добиться демилитаризации ЗАЭС, вывода российских войск, по которым мы не можем наносить удар на территории Запорожской АЭС, а они хранилище и военную базу для обеспечения деятельности всей военной группировки российской на Васильевском Энергодарском направлении. Еще для контроля большой частью реки Днепр. Вот о чем диалог. Давайте демилитаризируем станцию, вывезти оттуда свои войска. Ну нельзя ее использовать в качестве ключевой главной базы обеспечения российской группировки на херсонско-запорожском направлении. Вот я думаю с чем это связано. Окно Вертона настолько сегодня расширилось и последние российские времена даже вбросами, что даже авария на Запорожской АЭС не будет вызывать глубокого шока. Когда мы ведем разговоры упадут ли ядерные бомбы на ЖЭШ или по Германии или нет, то мы должны понимать, что этот фактор был ключевым в давлении на общественное сознание в Украине за рубежом полгода назад, то сейчас этот фактор уже не столь принципиальный. Все же я думаю, что авария не случится, если не планируется просто какая-то провокация. А если она случится, она вряд ли будет нести угрозу, такую тотальную угрозу всему региону, но может быть поводом для начала переговоров. Руслан, но все-таки вот это действительно серьезная истерика по поводу ядерного удара по Европе, который мы последние дни, день наблюдаем. Это как сочетается с этой публикацией о тайных переговорах по Украине в Копенгагене? Тайные переговоры, участники глобального юга, деталей, подробностей очень мало. Но вот как-то странно, я вот просто хочу у вас спросить, как у человека следующего, а встреча Нуланд Салливана с представителем глобального юга под камерой, там был Ермак, он публиковал это фото, это вот как сочетается с тайными переговорами? Это элемент подготовки глобального саммита мира и продвижения формулы, украинской формулы мира, вести шагов президента Зеленского. Мы хотим добиться, чтобы представители глобального юга, если бы хотя бы не поддержали ее, они ее не поддерживают, у них есть свои идеи, то они хотя бы поприсутствовали, обеспечивали бы кворум на этом глобальном саммите мира. переговоры, обращаю внимание, переговоры это такой процесс, принимают участие стороны. Я пока не вижу со столом переговоров России. Возможно ли умеренное урегулирование без России? Поэтому это часть нашего диалога, украинского диалога с странами глобального юга. Нам помогают западные партнеры. Мы пытаемся их хотя бы привлечь к рассмотрению украинской формулы мира, несмотря на то, что у них свои подходы, и таким образом немножечко оттянуть их от России. я не думаю, что в июле начнутся переговоры. В июле запланирован глобальный саммит мира, и немецкое издание ARD просто не понимает, о чем оно пишет до конца, на самом деле, или оно как бы, или просто так надо написать сегодня. Мы должны понимать, что Зеленский для Запада остается рок-звездой. Рок-звездой абсолютно. И даже коллеги мне рассказывают, я это ощущаю, даже когда возникают какие-то критические вещи, например, коррупции, неэффективное управление, или какие-то вещи с отношением мэров, политических оппонентов. То есть сегодня Запад, официальный Запад, к этому абсолютно не воспринимчив. Они говорят, так, замолчите, это нам неинтересно, вы вообще такого не рассказываете. Пока вы боретесь, пока вы герои, к вам претензий никаких абсолютно нет, вы рок-звезды. Ваш президент рок-звезда, а вы герой. Кому было интересно, какие вредные привычки у рок-звезд, которые фанатели от разных. По большому счету, да. И Зеленский до сих пор рок-звезда, пока Украина будет сражаться, пока она будет эффективно сражаться, избегать военных кризисов, пока я думаю, что все будет оставаться там, отношения между Украиной и Западом будут создаваться на нынешнем уровне, нам будут помогать несмотря на все. Даже если в офисе президента на каждый завтрак будут подавать младенцев. Со взяткой, да, со взяткой младенцев. Я имею в виду куклу младенца, выложенную там стодолларовыми купюрами, потому что это неважно, это второстепенно по сравнению с глобальной целью России удалось очень сильно испугать сначала Запада, а потом разозлить. Переговоры могут начаться только при нескольких обстоятельствах. Первое, после завершения украинского контраступления. Если обе стороны будут считать, что у них сильные позиции для переговоров, потому что если кто-то будет считать, что он проигрывает сейчас, он не будет начинать переговоры. В случае деструкции одной стороны, политической деструкции, военной деструкции одной стороны, тоже могут начаться переговоры. И при наличии очень крупного, безусловного, не знаю, двумверата, триумверата посредников, то есть при наличии глобальных договоренностей между США и Китаем, что вот такого, что тоже маловероятно. Или после реальной угрозы, или даже применения ядерного оружия, шокирующего общественное и политическое сознание глобально по всему миру. То есть есть набор факторов, при которых реальные переговоры могут начаться. При все остальное дипломатические маневры, игры, к сожалению, которые не будут вести к какому-то сегодня переговорному процессу. Руслан, вот я еще последний вопрос поставлю буквально, чтобы понимать, вот для чего сегодня в Украине начинать переговорный процесс, если мы наступаем и освобождаем населены? Ну, тут же много моментов. Наступаем как? Ну, пока наступаем, условно говоря. Я просто объясняю логику наших лидеров. Вы знаете, что я большую часть этой логики не разделяю. смотрите, тут вопрос в другом. Ну, вот наступление оказалось не таким, каким его ждали. Ну, каким о нем рассказывали, какое оно будет. а это уже степень определенного разочарования. Ну, знаете, это проблема тех, кто очаровывался. Я вам скажу по-другому. Я хочу сейчас объяснить вам, Александр, мы с вами неправильно понимаем цели нашего наступления или контрнаступления. Цели нашего контрнаступления, как сказал мне один британский коллега, они не в том, чтобы освободить территорию. То есть, потому что сил для этого, может оказаться, недостаточно. А не в том, чтобы не дать России наступать. Да. А со временем, стратегически, учитывая вес экономик, все остальное, Запад и Украина в качестве союзников, они считают, что мы выигрываем. По поводу мятежа, такое очень, очень, ну, скажем так, опасный вопрос. А ведь и в руководстве украинском смотрели на то, что происходит с точки зрения, ну, там, украинского солдата, украинских бригад. Ведь мы, смотрите, как вот попали, да, был период вот этого, ну, кто-то говорит, межсезонья, да, вот, между наступлениями, когда у нас, как из рога изобилия, сыпались обращения к президенту с фронта. Вот прям очень плотно, чуть ли не каждый день. Реальные солдаты реально обращались, жаловались на командиров. Потом этого резко не стало. Я думаю, что вот многие там аналитики, да, вот говорят, что смотрите, это вот все специально, это все фарс некий, да, Путин договорился с Пригожиным, разыграли вот эту комедию кровавую для того, чтобы не было такого в будущем. Но и как бы с украинской стороны другая сторона тоже должна делать выводы. Вот какие мысли по вашему поводу? Ну, по этому поводу у вас? Смотрите, еще раз, конечно, теперь в России любая даже попытка конкурировать в рамках политической системы будет трактоваться как подготовка к мятежу. И Путин получил серьезные инструменты для своего усиления. Кроме того, закручивание гаек и всего остального. Кроме того, политический характер такого решения, он, вот я сегодня смотрел, как китайцы пишут, он вызвал удивление, как бы, и воспринимается как определенный элемент такой ума, умного решения. Потому что, не знаю, там все размазать тонким слоем вагнерцев могли, могли, наверное, все же. Они наступали в один конец, у них был билет в один конец. Вот зашли бы они в Москву, и что бы они делали в этом огромном мегаполисе, где только ментов десять раз, десять раз больше, больше, чем вагнеров. понимаете? Тут это был изначально билет в один конец. Прибожий, мне кажется, вовремя, там, на последней остановке выкрызган уже с этого поезда. Для Украины есть ли такого рода риски? Есть, но намного меньше и намного позже. Тут все зависит от того, как пассионарная часть общества трактует ход войны. В Украине пассионарная часть общества трактует ход войны как победный или околопобедный. В России пассионарная часть российского общества трактует ход войны как непобедный, околопороженческий, несмотря на то, что война на территории Украины, потому что они рассчитывали намного больше. У нас ожидания в преддверии этого российского вторжения были меньше, только бы защититься, уцелеть, понимаете? И освобождение Харькова, Херсона, подход спод Киева, и то, что война сейчас локализировалась где-то там на юге и на востоке только, это украинское общество, это победа. Выше наших предварительных ожиданий до начала войны. И это абсолютно не соответствует предварительным ожиданиям до начала войны российской пассионарной части общества. Они же ожидали под Львовом, Львов окружать вот этот час. Вот поэтому в российской среде возможны возникновения мятежей. И о подавлении мятежей, кстати, чего-то актом индивидуального террора. То есть если мы группой не можем что-то поменять, то я попытаюсь сам. Покушения, взрывы, вероятность вот этого возрастает. В Украине пока ситуация другая. Тяжесть войны, конечно, длительность войны тоже будет формировать даже внутри пассионарной части общества больше групп недовольных. Но пока это отдаленная перспектива. Да, ну все-таки как бы перейдем к украинским вопросам. Но тут очень тоже интересный момент. Нарышкин атаковал Ткаченко, министра культуры. Это прямо очень интересный скажем так выпад. Обычно Нарышкин занимается, служба внешней разведки российской, занимается тем, что под всяким соусом подает захват Польши и Западной Украины. Можно брать и раз в месяц периодичность выводить этих заявлений. Здесь другая история. Министр культуры Ткаченко якобы по версии Нарышкина должен взять мощи Ильи Муромца другие очень ценные артефакты ценности и отправить на Запад по музеям где-то там вывезти из Украины из Киева Печерской Лавры. Ткаченко это опроверг понятное дело, но как бы он это опроверг, что будут вывозиться за пределы Украины вот эти ценности, но как бы не посчитал нужным сказать, что все это остается в Киево Печерской Лавре. Что это означает? Что это за как бы интересная тема? А что вы считаете, что Нарышкин атакует? Может он поддерживает Каченко? Вы обратите внимание, что последние месяцы Шутим, конечно, но обратите внимание, что последние месяцы Каченко в Украине преследует некоторые радикальные группы, там его малоросом обзывают и все такое, а тут понимаете Нарышкин его значит и протестующие Нарышкин заодно вместе они Каченко атакуют. Смотрите, тут очень сложная история, очень многие ценности уже покинули территорию Украины, начиная от резервов национального банка, валютных, металлических, мы что-то знаем, мы знаем всю эту историю, заканчивая очень многими ценностями культурными, исторически нас многократно уже грабили. Все помнят историю и судьбу музея в Ливии и Ираке. Ираке вообще были прекрасные музеи, Месопотамия, двуречья было собрано, колоссальные музеи, одни из лучших наверное в мире, всего этого уже нет. Кроме того, конечно, Нарышкин пытается атаковать очень чувствительную такую вещь в духовность, потому что вот условно говоря мощи Илья Муромца, который по одному из преданий погиб, защищая Киевскую Лавру, по одному из мифов, они объединяют сторонников и УПЦ, и ПЦУ, и УКЦ, ну всех православных христиан, все считают, что это культурное достояние Украины. Кроме того, попытка вывести их означала бы неуверенность в будущем политических видов. То есть это такая тонкая атака в этой части, и мне кажется, что наше министерство культуры должно все-таки четче на вопросы ответить, а те люди, которые досматривают все эти ценности, должны подтвердить то, что они находятся все же на территории Украины. Потому что это очень тонкие такие духовные моменты, и никто, безусловно, не имеет права ни при какой ситуации перемещать их за границей Украины. Они должны оставаться украинскому народу в любой ситуации. Руслан, коррупционный скандал в Тернопольской области. Головком очень интересно, очень интересно. Облсовет вместе с двумя замами поймали на взятки. Ну, понятно, что бросается что медийно Головко, Свободовец, вот, вот какие, мол, смотрите, патриоты, политический аспект. Но если там посмотреть по сути дела, то кажется, кажется, что каналы, связанные с вывозом и выездом за границу, вот где причина передела определенных влиятельных групп. Что вы думаете об этой истории вообще с политической и вот, ну, как бы, по сути, что означает вот такое задержание? Ну, во-первых, Тернопольский облсовет, это еще один облсовет, который слабо контролирует был слугами народа. И Тернополь, Франковск, Львов, это как раз зона опоры для Петра Пороша. И свобода потенциально, или вообще любые правые силы потенциально могли выступить его союзниками. Кроме того, сама свобода это антилиберальная сила. Набу представляет как раз либеральные силы. Это антилиберальная консервативная сила за традиционные ценности, все остальное и, насколько я знаю, Михаила, он именно такой. И кроме того, вы говорите, да, это контроль за границей, борьба за которую сейчас крайне ожесточилась. И в плане пересечения людей, и в плане пересечения товара и услуг, потому что граница, понимаете, раньше было несколько источников кормления наших таможня, налоговая, национальный банк, энергетический сектор, ну, все. Энергетики практически нет, ну, она находится в таком, зарабатывать там стало очень сложно. Национальный банк и налогу изначительной мере контролируют западные партнеры, через МВФ, меморандумы и все остальное, там все закручено очень-очень сильно. Остается только таможняя граница. Не знаю, связано это, не связано, в любом случае взятки брать плохо, но уж кучно бьет по этим региональным элитам последнее время. всех у них, многие из них, у них проблемы, особенно те, которые имеют политические перспективы. Да, ну, знаете, с одной стороны, можно сказать, прям громко заявить, смотрите, как центральная власть борется, а с другой стороны, простите, какого-то, ну, не хочется, конечно, так, кто бы он ни был человеком, но я о должности, какого-то задрипанного военкома одесского увольняют по распоряжению на целой ставке, где обсуждается, ну, судьба, там, ход войны, такие глобальные вещи. Лет, да, лет так восемьдесят назад его дело рассмотрела бы тройка за один день, а на следующий день его бы расстреляли где-то в глухом лесу. Не уволили бы? Я не призываю ни в коем случае, все должно через суд и законы, конечно, проходить, но смешно, смешно до слез. Индайс этих реакций, причем об этом военкоме говорят год, а он продолжает работать себе. Все, как бы, налицо, все углило налицо. При этом его никто не увольняет, такое впечатление становится, что все в этой схеме, в теме, и уволили его только потому, что он спалился. Но наказывать не собираются, потому что в теме. Ну, как это по-другому оценить? Может быть, к нему НАБУ пришло бы. Ну, правда, что это даст? Ну, дичайшая ситуация, но я думаю, что вот поток вещей, связанных с разного рода коррупцией в военкоматах, это тоже часть, один из ручейков нашей черной финансовой системы, нашей. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на канал Руслана Бортника, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на телеграм-канал мой, на мой ютуб-канал, сделайте это. У меня финальный вопрос, и он вот именно о самом, наверное, важном из всего того перечня, там, тем, под тем, каких-то аспектов, это все-таки переговоры. Я, как бы, понятно, ссылаясь на вот это сенсационное, ну, почему, потому что там все, как у немцев, да, все четко и понятно, АРД пишет, переговоры будут в июле, ну, вот эти, первые переговоры. Я просто хотел бы ваше мнение, ну, вот, узнать, а когда будут последние переговоры? Слишком много вариантов ответственно ваш вопрос у меня. Переговорный процесс уже никогда не завершается потенциально. Может быть, если перефразировать эту фразу о том, что, я не знаю, какой будет третья мировая война, но четвертая мировая война будет камнями и палками, то, наверное, последние переговоры наступят тогда, когда все почувствуют себя в одинаковой мере в опасности или в безопасности. И не только простые люди, но и, прежде всего, элиты, для которых многие вот эти страшные процессы, которые происходят сегодня с нашей страной, с нашим народом, до сих пор являются ковбойской игрой в ковбоев, но, к сожалению, не реальность. Мы должны обороняться, потому что без обороны, без защиты, мы с нами не будем говорить, но целью нашей обороны и целью войны нашего народа является, конечно, мир, переговоры, справедливые, честные, умные переговоры. Целью войны не является войной. Мы об этом тоже должны помнить. Руслан Бортник был моим собеседником сегодня. Руслан, спасибо большое за ваше время и ваши мысли. Друзья, берегите себя, всем всего хорошего, добра и света. Увидимся.